МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Счастье, говоришь? А какой он, Лютик? Страшно ли умирать? Нет в природе постоянства. Блещет молнии зигзаг. Расширяется пространство. Стоит сделать первый шаг. Вообще-то, конечно, никакой он не Петоки, а Петухов. Андрей Трофимович Петухов. Во всяком случае, именно так он писал в анкетах и в заявлении, когда вступал в партию. А Петоки – это литературный псевдоним. Вот, скажем, Пешков, он же Горький, а он Петухов – Петоки. Скажи он о литературном псевдониме у себя на родине, в чувашском селе Ахманей, никто его, пожалуй, даже не понял бы. Дуришь ты, Андрюха, вот и весь сказ подытожил бы отец. Такой же, как и его жена, неграмотный крестьянин-середняк. Именно так он говорил ему, Андрею, когда, окончив начальную школу, в каждую свободную минуту он брал в руки книжку. И чего ты в них только ищешь в книжках-то? Разве там человеческое счастье зарыто? Этого он, разумеется, не знал. И не было никого, кто мог бы помочь ему в этом разобраться. Но, прочитав в 11 лет Илиаду, он несколько лет тосковал по Одиссеи, пока, наконец, не раздобыл ее и сразу же прочел, как и еще тысячи других книг, прочитанных без разбора. Счастье, говоришь? Кто знает, может быть, и счастье. Ну и, конечно, стихи. Их он начал писать, учась в школе второй ступени. Не зная никаких правил стихосложения, выучивал наизусть Пушкина и Гейна. Ну и, конечно, Нарспи. Константин Иванов для Чувашей тот же Пушкин. Так, слово за словом и строчка за строчкой. Андрюха Петухов, Андрей Трофимович Петухов превращался в Андрея Петоки. Эта фамилия Петоки стояла и на повестке, которую принесли в дом на бывшей кооперативной 7 июля 41 года. Она же стояла и на конвертах с фронта. Действующая армия, полевая почта Андрею Петоки. Этих писем с нетерпением ждала его жена Галя и дочка Люся. Лютик. Здравствуйте, дорогие Галя и Люся. Пишу вам второе письмо с дороги. Первое послал из Инзы. Сегодня 25 декабря, а мы все еще в дороге. И всего-навсего в Рузаевке, где живем, ожидая отправления поезда. К бородячей жизни начинаю привыкать. Она мне уже почти нравится. Надо быть готовым встречать неудобства и лишения, которых впереди будет немало. Между прочим, сравнивая себя с другими, я нахожу, что больше всех вынослив и готов ко всем трудностям. Многие уже сейчас начинают ныть и плакать. А что же будет дальше? Конечно, и меня беспокоит перспектива фронтовой жизни. Конечно, будет страшно в первом бою, но надеюсь, что привыкну. Буду надеяться, что везде и повсюду меня будет сопровождать твоя мысль обо мне. И это будет помогать мне в трудные и опасные минуты. Я буду знать, что твоя молитва достигнет цели, и я вернусь к вам живым и невредимым героем-победителем. Ну, пока всего. Целую. Ваш Андрей. Есть ли счастье в стихах и в книгах – это, конечно, вопрос. А вот в этом доме на Кооперативной он был по-настоящему счастлив, потому что к своим 35 годам научился это счастье ценить. Это когда-то, а в ранней молодости ему казалось, что для того, чтобы быть счастливым, нужны громкие дела, слава, признание. Осенью 32-го его назначили заместителем председателя отделения чувашских советских писателей. Но уже весной следующего, 33-го, с этой должности сняли, и все новые знакомые разом исчезли. Но это было только начало выпавших на его долю испытаний. А продолжение не заставило себя ждать. Вернувшись в родную деревню, Андрей по просьбе земляков возглавил молочную ферму. Работать он умел и руководить тоже. Но вот беда, пришлось уехать на военные сборы, а заместитель, оставленный им за время его отсутствия, почти полностью развалил дела. Когда Андрей вернулся, его отдали под суд, приговорили к году исправительных работ и исключили из партии. В 36-м рванул в Москву, поступил в институт кинематографии на сценарные отделения. Женился на артистке. Но артистка оказалась вертихвосткой, которая совсем не собиралась видеть с ним семейное гнездо. А из Москвы вскоре пришлось уехать, потому что начался 37-й год. И для него, имеющего судимость, исключенного из партии студента-вгиковца, каждый следующий день мог быть последним. Вот тогда он и приехал в Куйбышев, вступил в педагогический и встал на учет в местное отделение союза писателей. А еще встретил ее, ту самую, единственную, которая будет ждать его сколько надо и откуда угодно. 17 марта 1942 года. Здравствуй, дорогая Галя. Здравствуй, Люся. Уже давно не писал вам, так как все некогда, да и неоткуда было писать. Сегодня случайно представилась возможность послать это письмо. Галюся, я очень тоскую по тебе. Вспоминаю, как ты заботливо относилась ко мне, окружала меня любовью и вниманием. Я от всей души благодарю тебя за это, моя дорогая, любимая женушка. И мечтаю только об одном, когда-нибудь опять побыть вместе под одним кровом с тобой и с нашей Люсенькой. Дышать с вами одним воздухом, жить одними целями до старости лет. Галя, зная, что в самые трудные и острые моменты моя мысль будет неизменно обращена к тебе. Не забывай и ты меня. Целую тысячу и тысячу раз тебя и Люсю. Ваш Андрей. Нет, она не забывала о нем ни на одну минуту. С того самого дня, как они познакомились в 37-м, все ее мысли были только о нем, об Андрее. Высокий, с широкими плечами и с каким-то зеленым оттенком в глазах, он сразу запал ей в душу и в сердце. Ей тогда было 24. Он на 7 лет старше ее. Она кореглазая красавица с косами ниже пояса. Он порывистый студент из ТФАКа, пединститута. Открытый, добрый, но не наивный. Нет, жизнь уже проверяла его на прочность. И он знал ей цену. А вскоре он сделал ей предложение. Просто однажды, провожая домой, сказал, «А знаете, Галя, выходите за меня замуж». И она вышла, потому что не сомневалась, что такой и в обиду не даст, и всю жизнь будет любить и носить на руках. Он и носил. Вначале одну, а потом вместе с дочкой, Люсей, Лютиком, как он ее называл. Лютик, Лютик, голубой цветок. Почему голубой? Он же желтый. Не удумевали те, кто это слышал. Ну, это другие Лютики желтые, а мой особенный. Вот им-то, Галюсе и Лютику, он и писал теперь письма с передовой, где решалась судьба страны, в которой жили два любимых им человека. А они ждали его здесь, в Куйбышеве. Ждали и верили, что он вернется. Обязательно вернется. 17 апреля 1942 года. Дорогая Галюся, пишу эту записку в торжественной обстановке перед вступлением в бой. Сегодня идем в наступление на фашистов. Впервые будем участвовать в бою. Это письмо пишу в лесу, пока стоим в ожидании приказа наступать. Вокруг меня мои бойцы. У всех высоко приподнятое настроение. Ни у кого нет и тени страха или тревоги. Идем в бой сознательно, зная, что надо бить врага и разбить его. Давно началась артиллерийская канонада. Это идет предварительная подготовка к наступлению. Пулеметный стрекот, пальба, отдельные, пока, правда, редкие винтовочные выстрелы. Галиссима, дорогая. Бой чреват всякими возможностями. Надеюсь, что буду жив, но, может быть, и убьют. Тогда не забудь меня и расти нашу дочку в том же духе, в каком были воспитаны мы с тобой. Пусть любят жизнь и труд. Пишу это письмо на пеньке, который покрыт удивительной, чудесной зеленой подушкой из мха. Солнце уже высоко. Зеленые елочки. Ну, все. Пока, дорогая. Целую и обнимаю тебя и нашу крошку Люсю. Ваш Андрей. Бой, чреватый всякими возможностями, продолжался три дня. Три раза вставало и снова садилось солнце. Белел снег в канавах. Зеленели елочки. Солдаты брали и снова сдавали высоту. И каждый раз оставались лежать возле нее. Целую тебя и нашу крошку Люсю. Ваш Андрей. Пройдут годы, прежде чем жена и дочь Андрея Петтоки узнают о том, что их муж и отец, погибший в бою 19 апреля 1942 года, был похоронен в братской могиле номер 3 под номером 514 у Витебского большака на юго-западной окраине деревни Беляева, Беляевского сельского совета Вележского района Смоленской области. Очищая мир любовью, возводя межзвезд мосты, мы пройдем вселенской новью под знаменами мечты. Все для нас луна и солнце. Я их на руки возьму. Пусть бессонный свет несется гимном воле и уму. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин